Вы знаете, касательно вообще будущего всего космической отрасли, надо к этим вопросам относиться следующим образом. Космос — это тот задел, который когда-то у России был, и надо именно по этому пути двигаться, надо ликвидировать отставание. А что касается всех этих разговорчиков, то вы меня извините, я еще раз злоупотреблю английской пословицей «Dogs buck, but the caravan goes on». Собака лает, а караван идет. Если человек сможет сделать примерно так же, как однажды поступил Ли Якока, когда его направили на Крайслер, который спас Крайслер, то потом все эти разговорчики, они исчезнут, и те критики, наоборот, будут в первых рядах говорить «это же я хвалил вас, а помните?» Необходимо полностью отбросить в сторону все стереотипы и заняться решительно вопросами четкого и эффективного управления этим делом. Если, значит, талантливые, гениальные люди внутри его системы будут поощрены и будут для них социальные лифты, а не по какому-то блату, то есть если умные будут наверху, а все дебилы и бездари будут внизу, в любой системе, космос это, государственное управление или что-то другое, оно будет классно и четко функционировать. А как только начинается гниение в виде того, что, как в анекдоте, полковника спрашивают «а будет ли твой сын лейтенантом?» «А будет ли твой сын майором?» «Будет». «А будет ли твой сын полковником?» «Будет». «А будет ли твой сын генералом?» «Нет, не будет». «Почему?» «Потому что у генерала свой сын есть». Ну вот, если мы сможем избавиться от вот этого кумовства и так далее, то получится. Ну а для того, чтобы мы смогли избавиться, необходимо, чтобы, вот, как бы я сам поступил, будучи главой государства. Первый указ, мой указ о, значит, смертной казни моей собственной персоны через пять лет, в конце моего срока, если я не справлюсь с теми задачами, которые стоят передо мной и перед страной, и если я не смогу преодолеть все негативные тенденции, которые, вот, существуют. И одновременно указ о моем чествовании и награждении, если справлюсь. То есть я должен ввести себя в зону войны. Я должен сжечь за собой мосты, как однажды Цезарь сжег корабли, или Кортес то же самое сделал, высаживаясь в Латинской Америке. Вот, в Южной Америке. Надо, чтобы глава государства сам ввел бы себя в зону войны, в зону смерти. Только в зоне смерти мы найдем жизнь и процветание. И дальше кадры. Назначать только тех, кто согласится на следующее правило. Справился? Бочка варенья, корзина печенья, почет и уважение. Не справился? Он должен быть повешен или расстрелян. Исключительно вот по таким правилам мы сможем собрать лучших людей, а все бездари будут бояться. Он пойдет, допустим, на должность, а на финише, если не справится, его обезглавят или повешут. Кто пойдет? Только смелые и отчаянные пойдут. Вот если мне сейчас скажут, сам ввел, за три года доведи процент раскрываемости преступления в системе МВД до 97%, или будешь обезглавлен, я подпишусь. Потому что я знаю, как это сделать.